МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Невтихим Новости в студии для вас работает Алия Шагапова. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о наиболее значимых событиях, которые произошли в Нижнекамске и не только. Будет интересно вначале коротко о главном. Ремонт в сквере Лимаева вышел на финишную прямую. Я думаю, что аналогов по России и по Европе, я думаю, что таких практически нет. Обновленную зону отдыха подарят горожанам к юбилею компании Нижнекамск-Невтихим. Пить или не пить? Я думаю, что здесь самая вкусная вода. Безопасна ли вода в нижнекамских родниках? Меньше расходов, ниже себестоимость. На 17-й год подтвержденный программ, планируется выполнить 7 мероприятий. В результате ожидается снижение 7 позиций норм. Деятели завода окиси и телена обсудили на совещании директорского корпуса. Наперекор стихии. Всем привет, это Арти Касти. Поздравляем с праздником Нижнекамск-Невтихим. Нижнекамцы с размахом отпраздновали 50 лет со дня выпуска первой продукции. Нижнекамск-Невтихим. Жизнь и судьба. Мне было 15 лет, когда я приехал в этот город. Вот с того времени я связан с комбинатом. Мы продолжаем серию репортажей о ветеранах акционерного общества. Праздник для всех. На самом деле дети, так как здесь дети, лагерь, на самом деле это круче, потому что дети всегда круче отдыхают, чем взрослые. Всегда. Звезда сериала «Физрук» поздравил детей Невтихимиков с юбилейной датой. Ремонт сквера Лимаева стартовал еще в марте и движется быстрыми темпами. Кажется, что городские власти сумели объять необъятное. Не только отремонтировать саму площадь, но и полностью изменить концепцию сквера. Подрядчики трудятся сразу в трех направлениях. Укладывают плитку, стелят газоны и завершают реконструкцию фонтана. Работа кипит здесь с 6 утра до часу ночи. И все для того, чтобы успеть сделать нижнекамцам подарок юбилею Нижнекамск-Невтихима. Ремонт сквера обошелся городу в 151 миллион рублей. Его масштаб оказался куда большим, чем планировался ранее. Финансирование шло из нескольких источников республики и федерального бюджета. Значительную лепту внес и Нижнекамск-Невтихим. Руководство акционерного общества выделило 60 миллионов рублей. Эти средства помогли расширить границы проектирования и закончить ремонт в срок. Мы расширили границы проектирования и самого строительства. То есть у нас несколько площадок дополнительных появилось. У нас изначально детская площадка не входила в проект. Мы проектировали и мечтали, что она реализуется. Но из-за КМ, который вышел изначально, из-за объема финансирования, мы в лимит не вкладывались. А в связи с тем, что у нас дополнительные средства появились, нам удалось реализовать детскую площадку. Стоит отметить, что зона отдыха для юных горожан будет далека от привычных стандартов. Развиваться и учиться играючи – вот основная задумка проектировщиков. Помимо основного игрового функционала, здесь будет создана целая территория для детского творчества. В нее войдут амфитеатр на 200 посадочных мест и музыкальная зона. Педагоги музучилища будут проводить открытые уроки, давать мастер-классы игры на различных инструментах. Здесь же установят и пятачок для рисования, а также площадку для настольных игр. Центральным элементом сквера станет фонтан. Он всегда пользовался популярностью среди нижнекамцев и гостей города. Сейчас рабочие здесь наносят последние штрихи и уже 12 августа конструкция будет готова. На фонтан потрачено более 20 миллионов рублей. Его будут подсвечивать 48 прожекторов. Фонтан задумали по балийской концепции. На большой чаше разместят две арки, откуда будет спускаться занавес воды. На водной глади, точно в цветном калейдоскопе, появятся различные изображения и тематические картинки. Проецировать их будет лазерный проектор. Одним словом, парк олицетворит торжество инженерной мысли. В отличие от других зон отдыха в Нижнекамске, он призван нести не только радость и веселье, но и знания. То есть, изюминкой данной площади, все-таки у нас объект общественного пространства, это площадь Лимаева. Это будут медиапилоны. Это некая система медийных конструкций, на которых будет представлена различного рода информация. Можно будет проводить различные выставки, анонсы, афиши. В общем, желать доброго утра, поздравлять с праздниками и так далее. Этот проект, что называется, разрабатывали всем миром. Основные идеи генерировал архитектор города Эмиль Сирозидинов. Значительную часть предложений внес мэр города Айдар Меджин. Принимали участие в разработке концепции и наши соседи, челнинские архитекторы. Не остались в стороне и инициативные горожане. Напомним, что в марте проходили общественные слушания, где нижнекамцы предлагали свое видение будущего парка. Так, рабочая группа по просьбе инициативных граждан поставила здесь деревянные скамейки со спинками. Предложения продолжают поступать, пусть и в устной форме. У нас в ободневной теме поставить урны. Очень много причем, потому что вот сейчас даже на пляж едешь, урн нету, все уже отдыхают, мусор выкинуть совершенно некуда. А хотят, чтобы было чисто. Выкидывайте мусор. Куда? Некуда. Я впервые приехал в ваш город в прошлом году, и здесь как раз шли ремонтные работы. Но все равно было достаточно интересно, но за год перемены просто колоссальные. Все постелили плиткой. Действительно, сейчас весь город напоминает большую стройку. Ремонтируются больницы, дворы и дороги. Так реконструкции коснулись и подходные пути к ледовой арене. Дополнительные пешеходные зоны протянутся от проспекта Химиков до улицы Студенческой и от проспекта Строителей до улицы 30 лет Победы. Срок реализации тот же, что и у сквера Лимаева – середина августа. Эта дата выбрана не случайно. 8 сентября компания Нижнекамск-Нефтехим отмечает свой полувековой юбилей. Радоваться обновлением будут не только нефтехимики, но и все горожане. Регина Нурмухаметова, Лисан Саитова, телеканал «Нефтехим». Пить или не пить – Нижнекамская и его окрестности богаты на источники воды. В разных частях города бьют родники, которые жители облагораживают и постоянно употребляют воду из них. Нижнекамцы уверены – это вода натуральная, природная и самая полезная. И предпочитают ее водопроводной. Согласны ли с убеждением горожан сотрудники Роспотребнадзора? И может ли употребление родниковой воды отразиться на здоровье? Ответы на эти вопросы в нашем следующем сюжете. Родники в Нижнекамске привлекают толпы людей. Они набирают воду бутылками и канистрами, везут ее домой, потому что хотят пить по-настоящему чистую воду. Некоторым источникам приписывают лечебные свойства. Ее качеству горожане доверяют на все 100%. Я думаю, что здесь самая вкусная вода. Тут организовано хорошо, коллективно. Однако Нижнекамский отдел Роспотребнадзора уверенно заявляет – качество родниковой воды не выдерживает никакой критики. Пить ее опасно для здоровья. Все, что есть на поверхности земли, попадает в грунтовые воды. Тяжелые металлы, органические загрязнители, остатки жизнедеятельности людей или животных, реагенты, которые используют для борьбы с гололедицей – все это проникает в почву, а затем и в воду. Роспотребнадзор периодически проводит лабораторные исследования. Я вам скажу, что за три года последние у нас ни одного хорошего анализа не было. Либо там 100% жесткость, либо обнаруживаются нитраты – это продукты гниения той же листвы, каких-то биологических отходов. Обнаруживается марганец и, естественно, микробиологический показатель тоже пройдет. А это уже прямая угроза здоровью. При регулярном употреблении воды с повышенным содержанием нитратов может возникнуть кислородное голодание. Как следствие, проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами. С точки зрения безопасности городская вода более безопасна. Может быть, она не такая, скажем, вкусная и привлекательная, поскольку она не связана с природными явлениями, формированием вот этой воды. В этом смысле она проигрывает. Но по безопасности она у нас значительно выигрывает перед родниковой водой. Особая озабоченность у Роспотребнадзора вызывает родник на улице Чебинской. Он захламлен мусором и, согласно последним анализам, качество воды из этого источника употреблять ее для питья запрещено. Чистые родники, конечно же, существуют в природе, но все они расположены за пределами города. Что касается источников, которые находятся на дачных участках, единственный способ узнать, можно ли пить из них воду, отвезти ее на анализ в лабораторию. Алия Шигапова, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтихим». Что интересного и значимого произошло в республике, об этом вы узнаете прямо сейчас из нашего экспресс-обзора. Шанс прозреть. В России впервые успешно провели операцию по пересадке бионического глаза. Пациенту вживили имплант. Он состоит из специальных очков с маленькой видеокамерой, блока обработки изображения и электростимулятора. После курса реабилитации 59-летний мужчина, житель Челябинска, смог увидеть силуэт своей дочери. В перспективе, по словам замглавы Минздрава Татьяны Яковлевой, инновационную технологию сделают доступной для слепых. Платить по счетчику. Владимир Путин подписал закон, который разрешает платить за общедомовые услуги по счетчику. Напомним, с начала года холодную и горячую воду, отведение сточных вод и электроэнергию, потребляемые при содержании общедомового имущества, включили в плату за содержание жилого помещения. Расходы на общедомовые нужды при этом рассчитывались по нормативам. Теперь, благодаря новому закону, жильцы смогут выбрать способ расчета платы за услуги. Плюс 200 рублей. Работающим пенсионерам 1 августа пересчитали пенсию. Размер корректировки рассчитывается индивидуально в зависимости от заработка пожилого человека в минувшем году. Для большинства, как поясняют в пенсионном фонде, прибавка составит максимум 222 рубля. Заявление для перерасчета писать не нужно. Госслужба под запретом. Президент России подписал закон, запрещающий в течение 10 лет работать на государственной и муниципальной службе уклонистом от армии. Документ вступает в силу с 6 августа. Закон касается граждан, которые не прошли военную службу по призыву без законных оснований. Запрет распространяется и на тех, кто устроился на работу после 1 января 2014 года. Никто, кроме нас, все мы знаем, кому принадлежит этот девиз. Сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время голубые переты, а также проходящих службу в воздушно-десантных войсках, в настоящее время отметят свой праздник – День ВДВ. Нижнекамские представители крылатой пехоты не стали исключением. Сегодня в 10 часов утра у памятника воинам-интернационалистам состоялся митинг, посвященный 87-й годовщине создания воздушно-десантных войск. Этот день был ознаменован еще одним радостным событием. Из Москвы пришла хорошая новость – студенты техникума, нефтехимии и нефтепереработки заняли третье место на всероссийском конкурсе по сдаче норм ГТО военно-патриотических клубов десантного профиля. Ребята представили свое объединение «Взлетная полоса». Нижнекамцев смогли обойти только клубы из Самары и Екатеринбурга. Пришло время поговорить о том, что значимого произошло на производственных площадках компании «Нижнекамскнефтехим». Сразу после этого мы продолжим рассказывать о новостях города. Оставайтесь с нами, будет интересно. Перейти на использование собственных катализаторов и стать центром в регионе по ремонту железнодорожного подвижного состава. Такие цели ставят перед собой нефтехимики. О реализации этих задач шла речь на совещании директорского корпуса. На нем рассмотрели итоги работы за полугодие завода «Окисиэтилена» и управления железнодорожного транспорта. За шесть месяцев работы завод «Окисиэтилена» сумел увеличить выпуск продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К примеру, более чем на 16 тысяч тонн возросло количество «Окисиэтилена» гликолей на 20 тысяч. Помимо этого, заводчане ведут активную работу по уменьшению расходных норм. На 2017 год подтвержденный программ, планируется выполнить 7 мероприятий. В результате ожидается снижение 7 позиций норм расхода с экономическим эффектом около 18 миллионов рублей. Также в 2017 году планируется выполнить 32 мероприятия по промышленной безопасности. Многое нефтехимики уже успели сделать. На азотно-кислородной станции завода, которая обеспечивает нужды почти всех подразделений акционерного общества, были установлены новые контрольно-изберительные приборы на компрессорах станции. В отличие от старых, все они электронные. Модернизация продолжается уже 4 года. Завершить ее планируют в 2018 году. Помимо этого, заводчане занимаются улучшением технических характеристик выпускаемых катализаторов. «Главной задачей данных мероприятий по заводу «Окисиэтилена» является подбор оптимального режима ведения технологического процесса на каждой стадии производства катализатора. Эту работу мы ведем совместно с КФУ и планируем закончить ее к концу августа». На существующем производстве выпускают 2000 тонн ускорителей химической реакции в год. Поскольку Нижнекамск нефтехима регулярно наращивает мощности, то вскоре этого количества продукта будет недостаточно. Поэтому в цехе под номером 2412, он же катализаторная фабрика, проводится соответствующая модернизация. На совещании также подвели итоги работы управления железнодорожного транспорта. Объем перевозок увеличился по сравнению с прошлым годом. Растут и другие показатели. «За 7 месяцев 2017 года на экспорт отгружено было 394 710 тонн. Доля экспорта составляет 66,9%. В 2016 году было отгружено 350 112 тонн. Доля экспорта составляла 59,5%. Для того, чтобы продукция была доставлена потребителю вовремя, сотрудники управления тщательно следят за состоянием локомотивов и подвижного состава. При необходимости ремонтируют, красят и заменяют вагоны. С таким же вниманием относятся и к снегоуборочной технике. В частности, недавно в подразделении в рамках подготовки к зимнему сезону отремонтировали две машины. Большую услуг оказали в этом полугодии сторонним организациям. Вагонно-ремонтное депо проводят все виды ремонта вагонов и цистерн. Анна Александрова, Рашенья Валеева, Роман Мальцев, телеканал «Нефтехим». В этом году компания «Нижнекамск-Нефтехим» отмечает свой полувековой юбилей. В связи с этим значимым событием мы запустили серию сюжетов о сотрудниках акционерного общества, о тех, кто посвятил свою жизнь родному предприятию. 50 лет успешной работы и статус нефтехимического гиганта, постоянный рост качества и количества выпускаемой продукции, награды и мировое признание – все это у «Нижнекамск-Нефтехиме». Но таких высоких результатов невозможно добиться без людей и профессионалов, которые по-настоящему преданы компании. Василь Камалов много лет руководил цехом прибористов на заводе «Олигомеров». Он ушел на пенсию всего три года назад. Мы пригласили ветерана посетить его родное подразделение и пообщались с ним лично. Бойцы невидимого фронта – так можно смело назвать слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Их работа действительно, на первый взгляд, незаметна. Все происходит в закрытой комнате, за щитом. Обычный человек увидит только сотни проводов и мигающих лампочек. Василь Камалов, бывший начальник так называемого цеха киповцев завода «Олигомеров», читает их легко, как книгу. Знает, куда ведет каждая металлическая ниточка и какой аппарат от нее зависит. И это неудивительно. Он проработал здесь всю сознательную жизнь. Начал, как и многие. Приехал в Нижнекамск в далекие 60-е, чтобы получить специальность в 44-м училище. Мне было 15 лет, когда я приехал в этот город. Вот с того времени я связан с этим кабинетом. Меня приняли опять-таки на работу с ЦЕХ-21 в ту же лабораторию, куда я ходил на практику. В 84-м году я пришел сюда. Как говорится, в это время же завод строился. Где-то там уже фундаменты были, где-то там колышки только еще были. И вот с того времени я работал до пенсии, до заслуженного отдыха на этом заводе. 30 лет я работал тут. Цех производства алкилфенолов и тримеров пропилена ветерану, можно сказать, родной. Это подразделение завода олигомеров. Василий Галеевич курировал с самого строительства. Первым делом, оказавшись здесь спустя несколько лет после выхода на пенсию, он по привычке проверяет состояние знакомых аппаратов. Каждый прибор требует, чтобы заменили диаграммные ленты, чернил и заправляли. Чернил здесь трех светов. Зеленый свет, синий свет и красный свет. Они записывают разные параметры. Однако уже год назад здесь появился и новый автоматический прибор российского производства. Он регистрирует и показывает температуру и давление. Все данные сохраняются в электронном виде на специальной флешке. Одна такая коробочка заменяет собой 24 старых диаграммных аппарата. Он более компактный, более удобный и все параметры выходят на один дисплей. То есть для наших работников это очень удобно и практично, по экономическим этим соображениям. Спускаясь по знакомой лестнице, Василий Галеевич вспоминает. Эта ступенька по-прежнему высокая. Таблички на выходе установили еще при нем. И цветы те же самые. Снаружи ничего не изменилось, как будто никуда и не уходил. Да, я три года назад ушел отсюда на заслуженный отдых. Сейчас возвращаешься сюда. Я как бы снова подпитываюсь, получаю энергию от своего завода родного. Экскурсия на Нижнекамск-Нефтехим в этот день не стала для нашего героя единственным поводом для радости. Профсоюзные комитеты нескольких подразделений компаний, включая завод олигомеров, организовали для ветеранов праздничное мероприятие, посвященное 50-летию акционерного общества. Василия Камалова ожидала теплая встреча с бывшими подчиненными и старыми друзьями. Постоянно я помню отчеты, как мы капремонт делаем, шахматки я помню, выполнение наших ремонтов, как дела идут, как заканчивается этот срок, укладываемся, не укладываемся. Постоянно он был в этих курсах дел, он хороший специалист, как человек хороший, только могу сказать хорошее дело. Это мой, наверное, четвертый начальник цеха, так что есть, не, было с кем сравнить. Нормально все, нормально все было, все хорошо. Воспоминания только хорошие, только приятные воспоминания. Я вот отдельно хочу сказать, что если что-то вот произойдет, я вот по себе знаю, что если что-то в семье произойдет такое, Василий Галевич на помощь придет, первый. Когда я пришел на работу, был непосредственно моим начальником цеха. То есть под его руководством он учился, не только постигал азы работы в следствии МКПА, но и в то же время постигал те, наверное, человеческие отношения, которые очень редко встретишь. Поэтому человек с большой буквы, человек настроения, хорошего, позитивного настроения во все, и человек очень грамотный и умный. Трудовая деятельность Василия Галеевича позади, но расставаться с родным Нижнекамск-Нефтехимом он не собирается. В планах у ветерана написать большую летопись завода олигомеров, знакомого ему до последнего винтика. Рушня Валеева, Лисанн Саитова, телеканал «Нефтехим». Ни для кого не секрет, что своим появлением Нижнекамск обязан промышленным предприятиям. Больше 50 лет назад первые дома на берегу Камы заложили именно для будущих нефтехимиков. С тех пор город и акционерное общество неразрывно связаны. В честь 50-летия со дня выпуска первой продукции компания Нижнекамск-Нефтехим организовала для горожан большой праздник. Все самые яркие события этого вечера в следующем сюжете. В праздничный вечер, однако, никакого солнечного тепла нижнекамцам не досталось. Поначалу все было хорошо. В парке нефтехимиков на протяжении полутора часов горожан радовали интересной и насыщенной концертной программой местные творческие коллективы. Настроение нижнекамцев читалось по их счастливым лицам, но в один миг все переменилось. Стихия взяла свое. Большая вода напугала почти всех гостей мероприятия. Остались лишь самые преданные Нижнекамск-Нефтехиму горожане. Они терпеливо ждали и верили, что стихия отступит. С появлением на сцене энергичной группы с символичным названием «Жарит лето» ситуация полностью изменилась. Буквально через несколько минут люди плотным потоком потянулись в парк к сцене. Нижнекамцы с удовольствием подпевали артистам. Мне достаточно тебе о своих чувствах рассказать, о тебе о своих чувствах рассказать. Пока кавер-группа развлекала нижнекамцев известными хитами, подоспели и главные герои вечера – представители Нижнекамск-Нефтехима. С теплой сердечной речью гостям праздника обратился заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Василий Шуський. Нижнекамск-Нефтехим богат своей историей, богат своими людьми, своими кадрами. Отношения к городу, отношения к социальной сфере, к спорту, к культуре и к нашим людям. Хорошего, прекрасного настроения. Спасибо, что пришли. Спасибо, что откликнулись. Спасибо. Площадь парка нефтехимиков и его окрестности стремительно заполнялись людьми. Тысячи нижнекамцев, несмотря на плохую погоду, собрались, чтобы отпраздновать 50 лет со дня выпуска первой продукции Нижнекамск-Нефтехима, потому что это праздник не только нефтехимиков, но и всего города. Поздравляю Нижнекамск-Нефтехим с таким праздником большим. Несмотря ни на что, ни на дождь, все, сколько людей забралось. Главное всем пожелаю здоровья, мирного неба и успехов в работе, конечно, чтобы город Нижнекамск-Нефтехим процветал. Поздравляю Нижнекамск-Нефтехим с 50-летием и желаю дальнейшего процветания и таких же благ и успехов. Я поздравляю Нижнекамск-Нефтехим с 50-летием выпуска первой продукции. Я сама работник Нижнекамск-Нефтехима и от души желаю, чтобы все на этом предприятии было всегда хорошо. Поздравляю их с праздником, с юбилеем, желаю процветания, всего самого наилучшего. Я хочу поздравить весь город, всех жителей города Нижнекамска с таким большим праздником, который поднимает настроение даже в такую погоду. Вроде бы такой был сильный дождь. Тем не менее, очень много народу собралось на площади. Я всех поздравляю. Своими песнями горожан порадовали и романтики, группа которой неизменно сопровождает все праздники Нижнекамск-Нефтехима. И финальная песня, так сказать, попала в струю. Но, конечно, с большим нетерпением горожане ожидали выступления хедлайнеров вечера. Всем привет, это Артика и Асти. Поздравляем с праздником Нижнекамск-Нефтехим. С юбилеем. Ну что, всем привет! Как не стоять у вас! Впервые в Нижнекамске, да, проехаться не успели. Только вот сюда на площадку, пока по пути из гостиницы, вот, весь наш маршрут. Мы просто буквально только прилетели сегодня, и мы не спали уже, наверное, неделю. Вот нам пришлось отдыхать и не смотреть город, но мы надеемся, что завтра, может, мы успеем хотя бы что-то увидеть. Понравился ли украинской поп-группе «Город на камень» неизвестно. Но вот нижнекамская публика наверняка артистов впечатлила своей искренней отзывчивостью и радостью. Почти час Артик и Аси развлекали горожан своими хитами. А потом настала самая яркая часть вечера. Дискотека под открытым небом завершилась праздничным салютом. Золотой юбилей предприятия отмечали не только в городе. Нижнекамск «Нефтехим» сделал особый подарок для детей, отдыхающих в корпоративных лагерях «Юность» и «Олимпийц». В гости к ребятам приехал молодой актер и диджей Андрей Крыжний, более известный своей ролью в сериале «Физрук». Все подробности в сюжете. Дискотека в лагере «Юность» – это всегда весело, шумно и зажигательно. Вечернее мероприятие в честь знакового юбилейного дня стало особенным вдвойне. Мы решили, что будет конкретно один праздник, самый крутой, в день рождения Нижнекамск «Нефтехим», в день выпуска первой продукции. И с отрелой мыслью мы позвонили, думали, что это сделать. Нужно было сделать что-то такое, чтобы детям запомнилось. Приглашать каких-то актеров в театр, театр. Дети заскучаются с тут. Для них что нужно? Нужно, чтобы дрын-дрын-дрынс, данс-данс-данс. А что у вас за наушник такой? Вам говорят, в кого стрелять, да? Оружие у вас есть, да? Актер Андрей Крыжний, выпускник легендарной «Щуки», проснулся знаменитым после выхода на телеэкраны сериала «Физрук», где молодой актер сыграл роль персонажа с прозвищем «Банан». Осенью 2014 года Андрей стал главным героем еще одного популярного сериала «Легко ли быть молодым». Встречи с поклонниками проходят в необычном формате. Актер играет клубный сет в «Физрук-пати». Всем большой-большой привет, друзья! Привет-все-все! На самом деле дети, так как здесь дети, лагерь, на самом деле это круче, потому что дети всегда круче отдыхают, чем взрослые всегда. Встреча с восходящей звездой современного кино стала для детей, вожатых и всех сотрудников лагеря, настоящей сенсацией. Это интересный персонаж, все знают этот сериал, поэтому все восприняли эту новость с радостью и очень-очень ждали этого дня. Они знали, что будет действительно круто. Давай, 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 друзья! 700 воспитанников юности и олимпийцы запомнят этот вечер надолго. Помимо веселой дискотеки со звездным гостем, специально для них прогремел красочный салют. Алия Шигапова, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтехим». В продолжении темы полувекового юбилея акционерного общества. Этот год действительно значим для нефтехимиков. На основании указа президента Республики Татарстан 8 сентября город будет праздновать юбилей Нижнекамск-Нефтехима. В этот день всех ждет большой живой концерт звезд российской эстрады. У меня на этом все. Напоминаю, что все наши сюжеты, программы и, конечно же, свежую интересную информацию вы можете найти на сайте холдинга «Нефтехим-Медиа» www.medianknh.ru Программу вела Алия Шигапова. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Немного о погоде на четверг. В студии Анна Дочкина, здравствуйте. Прогнозируется солнечная и жаркая погода. Воздук в дневные часы прогреется до 25 градусов тепла. Ветер подует западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба. В темное время температура опустится до 19. Вторая половина недели будет теплая, но ближе к выходным. Синоптики обещают дожди и грозы. На следующей неделе станет прохладнее. В среднем ожидается около 20 градусов. Дни уже будут более дождливые. У меня на этом все. Я желаю вам хорошего настроения. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова